Всем привет, друзья, с вами Варчик. И в этом видео поговорим про такую ошибку в бою, она очень простая, казалось бы, человек банально просто не участвовал в бою вообще. К чему это может привести, это понятно, результат нулевой, шансы на победу уменьшены, это просто минус танк, который ничего не делал в бою. При этом даже сложно сказать, ошибся он или не ошибся, потому что он ничего не делал. Этот реплей я нашел сам на вот реплейс, потому что сейчас в картошке очень часто выходили микропатчи, все реплеи попереломались, и мне банально не из чего взять реплей и сделать такой обзор на какие-то ошибки. Поэтому я взял сам и нашел реплейчик, и сейчас поговорим, что в нем происходило. Итак, в этом бою у нас есть куча всяких взводов, в которых есть взвод в одном, в одной команде взвод из одного клана, и в другой команде взвод из того же самого клана. И данный наш игрок заметил это, и вместо того, чтобы играть в бой, он весь бой там писюльки в чатике писал, типа вот, облядите внимание, подставной бой, в обеих командах играют взводики из одного клана. Все. При этом, если обратите внимание на карту, все поехали на гору, на гору поехали драться. На базе осталось пару танков, и они на горе все убились. Они просто приехали, порубились, поубивали друг друга, и все. И там осталось жмень катанчиков, все. Да, эти люди с одного клана, они приехали на гору и поубивали друг друга. Что в этом подставного? Не думайте, что вы такой маленький 40-летний Серляк Хольмс, который увидел одинаковый клан в двух командах, и все, разгадали. Заговор, все, это подставной бой. Такой же человек, как вот сейчас в бою находится, тоже вот, сын разгадок, взял, заметил это, и весь бой занимается какой-то ерундой. Почему ерундой? Потому что он поехал на танки, который не готов играть соло-фланг. Почему? У него плохо все с экипажем, у него все плохо, в принципе, с обзором. Он просто стоит и ничего здесь не делает. Он ничего не видит, ничего не светит, никуда не поджался, ни с кем не стреляется. Он стоит в стандартных кустах и ждет, когда прилетит пиздюлина. При этом он еще и светится, и заезжает в кусты так, что если он засвечивается, он долго от них отъезжает. То есть, по факту, он вообще ничем не занимается. И при этом занимает такие места, в которые все стреляют обычно без засвета. А он еще и светится в этих местах. У этого человека куча боев. 36, кажется, тысяч боев или 35 с чем-то. Очень много боев. И они почти все сыграны на низких лвелах. То есть, ошибка этого игрока в том, что он не умеет играть в высокоуровневые бои. Он привык на низких лвелах стоять у того в кусту. И все. А на высоких лвелах так не играется. Он не участвует в бою, потому что он не понимает, как играть на высоких уровнях. Он привык, что на низком лвеле все друг друга убивают с пары тычек. Пару раз пук-пук и убил. Поэтому ехать никуда не надо, стоишь в кусту, чтобы не подставляться и не умирать. Ждешь, когда враги подставятся, ты в них два раза стрельнешь и убьешь. Это геймплей низких уровней, на которых он отыграл почти все свои бои. И у него 52% побед. То есть, он не понимает, как играть по-другому. Он привык, что все танки друг друга убивают за два выстрела. И ехать никуда не надо, потому что это ошибка. А стоять и ждать, когда враги подставятся, это вот для 52% побед в самый раз. И вот на горе сейчас все друг друга там убивают. Наш игрок стоит и ни в чем не участвует. Он сам себя своими 36 тысячами боев закалил на очень ущербный, ограниченный геймплей. Он ограничил себя, вот сейчас он пишет в чатике, там писюльки про то, что это подставной бой. Он натренировал себя таким вот ограниченным взглядом на игру. То есть, он не умеет очень многих вещей. Не умеет разменивать хп. Потому что на низких лулах, ну, не стоит разменивать хп, ты закончишься за два выстрела. Вообще, в принципе, поджиматься под врагов. Как-то их вытягивать на себя, разводить. Он не понимает, что в стандартном кусту вот так вот стоять это плохо, потому что могут даже без засвета убить. Если я буду играть против такого игрока, мне даже не нужно знать, что он где-то есть, там светился, не светился. Я убью его и так. Почему? Потому что в картошке на каждом фланге есть 2-3 куста, в которых может стоять чел. Если ты стреляешь в куст, и снаряд не падает на землю, значит ты попал по танку. Все. Или лампочкой можно чекнуть, где он стоит. То есть, мне хватит мозгов понять, где он стоит, и убить его даже без засвета. То, что он тут стоит в кусту, мне вообще срать было бы. Он вообще ничего в бою не делает. Сейчас есть тот момент, когда он может поехать помочь на гору. При этом, он слил хп в никуда, постоял просто в каких-то тупых кустах, в которые все и так постреляют, так он еще в них умудрился светиться. При этом, у него по-любому танк не готов к таким боям, и обзора никакого нет, и вообще ничего нет. Он просто стоит и пишет пищульки про подставные бои. Возомнил себе какого-то Шерлока Холмса. Это, конечно, обидно, что такие игроки с таким скудным взглядом на игру портят бои тем, что они ничего в них не делают. Они просто тащат команду на дно. Если на низких лвлах у него 52% побед, то на высоких лвлах у него 46%. И средний урон 1300 там примерно. Вот самая главная ошибка в том, что мало того, что он сам себя отвлекает выдуманным в голове подставным боем, а я сейчас объясню, как эти два клана могли попасть в один бой. Как обычно происходят клановые движухи. Люди собираются в одном клане, в одну ТС-ку, и играют там клановые какие-нибудь мероприятия. АБС-ки, бои на глобальной карте, ивенты и так далее. И они очень часто ждут, когда что-то начнется. Либо между событиями, либо перед, либо когда уже что-то закончилось, кто-то из них остается и играет дальше, в рандом между собой. И они одновременно нажимают в бой. Причем они создают там несколько взводов, и угорают, кто там попал в бой, с кем, кто не попал. Я когда был в клане, такое встречалось очень часто. Просто там не хрен делать, там очень часто много ожидания. И люди одновременно нажимают в бой и попадают одним кланом в один бой, в разные команды, а бывают в одну команду. И это не всегда подставной бой. Да, это может быть и подставной бой. Но в данном случае это просто бред одного какого-то странного песочного нагибатора, который залез почему-то на девятый уровень и сливает его тем, что не участвует в бою. Очень обидно и за таких игроков, и их не исправить. И когда я начинаю что-то объяснять, у них уже в голове что-то свое там наоткладывалось, и их не переубедить. Потому что я очень часто с такими людьми общался, с ними невозможно дойти к какому-то результату, помочь им играть лучше, объяснить что-то или что-то. Ну, как-то человека подтолкнуть к тому, чтобы он понял, что такое бои на высоких левелах. Это невозможно. Они все время придумывают какие-то договорки и играют вот так вот. И здесь главная ошибка человека в том, что он сильно долго сидел в песке на низких левелах и не понял другого геймплея, кроме как стоять в кусту. Плюс еще он сам себя отвлекает и свою команду. Это очень прискорбно. Результат, в принципе, в бою такой 50 на 50, при том, что команда этого игрока играет в минус 1. Это еще неизвестно, чем остальные союзники занимались в этом бою. Но этот танк, который мы сейчас наблюдаем на экране, это точно минус 1 в команде. Потому что он ничем не занимается. Он просто здесь простоял весь бой и опять лезет в те же кусты, в которых наполучал пиздюлей. Теперь он решает на своем слепом, корявом танке поехать в атаку. Сомнительное решение, потому что он практически шотный, плюс в бою есть арта. Он как здесь никого ничего не видел, так ничего и не видит. Как играл какие-то там кустики, так и играет. На высоких ловлах кусты это что-то вспомогательное. И нужно прибегать к рельефам, к укрытиям, зданиям, кучкам мусора и так далее. И самое главное, нужно думать про тактику в бою. Кто где ошибается, где фланг врагов слаб, а где силен. Чтобы в голове своей понимать, где сейчас нужно помочь своей команде. Где враги подставляются, чтобы как можно безопасней и бесплатней поубивать кучу врагов. И потом поехать добивать остальных. Плюс еще, если союзники куда-то упаруются, их нужно по возможности максимально разменять. Пока они где-то умирают, мы должны максимально врагов раздамажить. Потому что если мы этого не сделаем, союзники умрут бесплатно. И у нас уже не будет возможности одному против кучи врагов победить. Нужно думать глобально. Но у таких игроков глобальности в голове никакой нет. Они просто стоят в стандартном кусту. И их невозможно переубедить, что они играют неправильно. У них очень ограниченный взгляд на игру. И причем, так у них уже происходит у многих, многие тысячи боев. Иногда люди говорят, вот что, я 50 или 100 тысяч боев в игру проиграл. Я что, не знаю как в нее играть? Я думаю, что я не умею играть в картошку? Да многие танкисты, играя 50 или 100 тысяч боев, не умеют играть в картошку. Да, это так, потому что они играют вот так. Они не играют в игру, они стоят в кусту на девятке, играя в геймплей четвертого уровня. Вот все. Такая вот ошибочка. С вами был Варчик, играйте красиво. Расширяйте свой кругозор на игру. Игра намного шире, чем стандартный куст. Всем пока.